Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня я хочу немного прокомментировать ваши комментарии, уважаемые мои подписчики. А вот под рекламой клипа «Она была небесна». Подписчик Уткин некий. Волощук, ты уже надоел со своей рекламой. Одной и той же песней с разными словами и одинаковой ритмикой. Ты зачем пиаришься? Хочешь стать известным? Только если за счет черного пиара. Если твою музыку и слушают жанр, то ты и не поспоришь. Далеко даже не четверть населения хотя бы. Деньги у тебя, судя по всему, есть. Так чего ты добиваешься? А ему вторит Джон Зе Дотс 2. Бу-бу-бу, завидуешь успеху нового русского рокера. Не первый ты и не последний. Отвечаю. Я вам отвечу, дорогой и милый Уткин. К чему я двигаюсь со своей музыкой простой? Хочу сломать я ваши предрассудки. Годам к 60-ти стать здесь рок-звездой. Такую цель я год назад поставил. И думаю, что я ее добьюсь. Раз у таких, как вы, я вызываю зависть, Значит, все правильно я делаю, мой друг. А вот и женский Игорь. Мне вас жаль. Лучше отдайте хорошие инструменты настоящим музыкантам. И покончите с собой, как честный человек. Это будет единственное правильное и верное решение в вашей жизни. Отвечаю. Ну что могу сказать? Это похвально, что подписались вы на мой канал. У звезд учиться это нереально круто. Вы молодец, вот так бы я сказал. Вы, Игорь, видно, любите новинки. И в инструментах, я смотрю, знаете толк. Учитесь, не стесняйтесь вы, Ижинский. Может, из вас что и получится, дай бог. А он отвечает. Да вы днища, у каких звезд. Самое убогое, что я слышал вообще. Над вами глумятся все. Открою вам глаза. Такого ужаса, да на таких инструментах я не встречал нигде. Постыдились бы себя звездой называть. Хотя я понимаю, что вы просто больны. Вас нужно просто иронично пожалеть. Вы, Игорь, музыкант очень серьезный. Первый поклонник у меня такой. Но только вот какой-то вы нервозный. Мне кажется, что нужен вам покой. Не пробовали обратиться к психиатру? А то переживаю ее за вас. Про суицид вы говорили мантры. Вам к психиатру надо срочно. Прямо сейчас. А вот комментируют мое посещение. В последнее концерта группы Аматори. Некоторый владелец французского бульдога. По кличке Вула Виктория. Харш – это подвид скриминга, ученый. А за Тривиум и Киллсвич Энгейдж ты рискуешь получить в жбан. Отвечаю. Коллега, очень рад, что здесь хоть кто-то признал меня ученым наконец. И я так понял, вызвал злость я у народа, что слышал Тривиум, да и Киллсвич Энгейдж. А как собачка ваша поживает? Вула Виктория, которую зовут, тоже за Тривиум переживает, что Вулащук СД посмел упомянуть. Он мне парирует. Ты что, наркоман? Отвечаю. Да что вы, ну какой же наркоман я? Я бывший алкоголик, без прикрас. Как говорил Высоцкий россиянам, без времени вливала водку в нас. А вот подписчик Дэдкор-876. Не шарящий за металкор дедок пытается быть умным и пришел на аматорий, чтобы сказать, что ему все понравилось, чтобы подогреть интерес у более адекватных людей, но тщетно. Отвечаю. Внучок, у нас у русских есть одно присловие. Умный проспится, дури, никогда. Я в металкоре разберусь быстро и плево. Станешь ли ты, внучок, умнее после сна? У меня здесь поправил. Подписчик с ником Афадя. Пьяный проспится, дурак никогда. Отвечаю. Я, Александр, неплохо знаю поговорки, но иногда я позволяю шалости себе. Немного изменяю их трактовки, чтобы лучше доходило до продвинутых людей. А вот Дмитрий Пинч, подписчик наш, пишет. Сильные стихи и тексты песен у вас. Музыка тоже нравится. Оригинальное, интересное звучание. Недоработки, конечно, у всех есть. Многие критикуют ваш голос и манеру исполнения. У того же Лемми Киллмистера далеко не оперный голос, особенно в последние годы. Хриплый, прокуренный, пропитый. Но в этом есть своя фишка. Он стал легендой мировой музыки, рок. А тут появляется мой любимец Владимир Вялков и пишет ему. Сравнить манеру пения «Прости, Господи, Волощука» и «Лемми» это, конечно, сильно. Я отвечаю ему. Я уже объяснял здесь недалеким и глухим, что мы не просто так скиллмистером похожи. Как принято в рок-музыке, мы не поем, а мелодично говорим. И окончание фраз, как в роке принято, мы ставим с ним в синкопу. Он мне отвечает. От этого ваша музыка не становится лучше. А заявить, что вы похожи с Лемми, это просто клиника. Отвечаю. Мой юный друг похож не на Лемми, не на Маккартни, не на Оззи, а на всех рок-музыкантов, что въезжают в тему, как в роке надо петь, не вызывая смех. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощук.